В эфире «Рождённые после СССР». Программа о том, какие традиции молодёжь наследует из прошлого и что нас ждёт в будущем. Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы попробуем взглянуть на историю через события из жизни конкретных людей глазами юных исследователей, которые приехали в Москву на школьный конкурс «Человек в истории России XX века». Нынешняя церемония награждения юбилейная проходит в 20-й раз. И я хочу напомнить историю самого конкурса, который в полной мере отразил перемены, происходящие уже в России XXI века. С 1999 года Международный мемориал организует ежегодный конкурс исторических работ старшеклассников и студентов «Человек в истории. Россия XX век». Среди тем конкурса «Цена победы. Человек и власть. Свои, чужие». Подростки от 14 до 18 лет проводят самостоятельные исследования российской истории минувшего века. В жюри конкурса входят историки, журналисты, общественные деятели и писатели. Я считаю, что это один из больших смыслов всей этой истории. То, что человек молодой, который проходит через этот опыт узнавания жизни, вот так вот поставленный перед ним. А теперь я узнаю про моего деда. А теперь я узнаю про мою школу. Вот я в нее хожу, а здесь когда-то был директор вот такой. Про жизни людей, которых уже нет. Авторов 40 лучших работ организаторы приглашают в Москву на ежегодную школу-академию, в конце которой проходит церемония награждения победителей. Организаторам и конкурсантам приходилось сталкиваться с давлением. Участники конкурса из нескольких регионов сообщали о звонках чиновников, которые пытались запретить ученикам и их наставникам ехать в Москву на школу-академию. В 2016 году активисты национально-освободительного движения устроили пикет у Дома кино, где проходило награждение победителей. Они оскорбляли участников церемоний и закидали их яйцами. Позор! 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 Участники движения «Ноты СЕРП» в очередной раз пытались сорвать награждение победителей конкурса исторических исследований, который проводит Международное общество «Мемориал среди старшеклассников». Позор! 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 Они не имеют ни малейшего понятия о том, чем занимается «Мемориал». Они никогда не были в «Мемориале», никогда ничего не читали. Мы их видим раз в год. Они приходят ряженые, кричат свои заклинания. Мне кажется, что мы уже даже более-менее к ним привыкли. За сколько? За годы? За четыре, да? Дети, их родители, учителя проявили большое гражданское мужество. Мы знаем, что творилось, как угрожали учителям, что их уволят, беседовали с родителями, их пугали и стращали. На выходе мы получаем поколение действительно настоящих граждан страны. Вот не подданных, не верноподданных, а именно граждан. Надо думать, что со временем история конкурса послужит не менее ценным материалом для исследования начала уже нынешнего столетия. Но мы сегодня продолжим говорить о веке минувшем. В московской студии историк Ирина Карацуба и участники конкурса Полина Игнатьева из села Каракулина, Удмурди. Григорий Рудяшко, это Хутор Габкин, Ростовская область. Я Ирину хочу спросить, поскольку она читала практически все, пришедшие в этом году на конкурсы работы, и до этого тоже много лет в конкурсе принимала участие в составе жюри. Как вам кажется, есть какие-то тенденции, можно говорить, что-то меняется, не меняется, может быть, какой-то фокус у ребят? Или появляются другие новые темы, неожиданные, может быть? Ну, вы знаете, уже 20 лет существует конкурс, да? И я думаю, что этот конкурс наш, он такое наше национальное достояние, такое же, как и мемориал. Потому что через него прошли около 50 тысяч работ, около 40, вот, оцифровано. И это один из важнейших архивов для историков, да? И мы, конечно, можем проследить динамику, да? И это не обязательно будет у нас положительная динамика, потому что количество работ, приходящих на конкурс, к сожалению, из года в год сокращается, да? Но все-таки сейчас мы имеем дело с почти более полутора тысяч работ у нас в этом году. И ясно, что, например, самые такие сложные для понимания освещения темы, они либо лежат очень давно, скажем, вот в периоде начала 20 века, потому что просто мало свидетелей, сложно с документами, да? Либо, наоборот, лежат в периоде вот уже перестройки и постперестроечном, да? Потому что это, наоборот, лицом к лицу лица не увидать. И нет никакого общественного консенсуса по поводу, там, я не знаю, афганской войны, по поводу чеченской войны, по поводу 90-х годов. И мы всегда бурно радуемся, когда приходят работы, посвященные этим периодам на конкурс. И как бы даже стараемся дать им некоторую фору, потому что просто этим редко кто занимается, да? Хотя небольшое, но стабильное количество таких работ бывает каждый год. А, разумеется, очень много работ, посвященных 20-30 годам и, прежде всего, теме репрессий. И это такая традиционная тема, которая, к сожалению, тоже никуда из нашей жизни не уходит. И которая еще нуждается в своем осмыслении, да? Вот нынешняя нездоровая популярность Сталина и его курса, она же связана с этим, да? С тем, что, собственно говоря, никакой историкой правовой оценки сталинскому и шире советскому режиму не дано, да? Более того, вся наша современная концепция 20-го века, она на Сталине как на стержне держится. Вы не даст стержне, все рассыпется, потому что преступный режим, преступление, а за них никто не ответил, никто не наказан и так далее и тому подобное. Давайте мы на первой теме вот остановимся, как раз с этого начнем. Три года назад нам предложила учитель истории написать тему про купца нашего села Ведерникова. Естественно, он был попечителем, и судьба его сложилась, его судьба и его семьи сложилась не очень удачно. Как раз-таки он попал в тот период времени, когда были такие процессы, как раскулачивание, коллективизация, и также его семья подвергла раскулачиванию, его сын и второй сын и жена. А далее нам стало очень интересно, что случилось с остальными купцами села Каракулино и вообще с остальными людьми, кто проживал в те времена. Я перебью. Вот у меня, когда я читала вашу работу, возникло представление, что такое, и картинки такие, да, мы можем посмотреть, наверное, или во всяком случае вот на сайте работы, там это будет опубликовано, что село было богатое, такое большое, там двухэтажные дома каменные, кирпичные, что называется. И, то есть, это даже не село, а такой, прям, вот я бы сказала, небольшой городок, то есть такое очень богатое торговое, потому что, понятно, оно находилось, и ярмарки там проходили большие на таком пути, куда было удобно. Скажите мне, пожалуйста, вот для вас эта картинка была новая, или вы же там, ну, как бы, все это видите и живете рядом, да? Сейчас практически центр сильно сместился, но село, у нас больше не проходят ярмарки, обычное село, как и другие, в принципе, но не стало таким богатым, естественно, купцов нет, и село стало беднее. Если бы не было этого прошлого, то бы не сформировалось будущее, и, в принципе, оно могло совершенно другим путем пойти, и основа этого прошлого, все процессы. — Ирина, конечно, спросите, вот, в принципе, и вы, когда смотрите такие работы, вы понимаете, что помимо научного интереса, может быть, там возникает какое-то, не знаю, ну, гуманитарное понимание того, что происходит? — Я почему-то сейчас, когда вас слушала, вспомнила, извините, пожалуйста, евангельские слова, да, что если не станете как вот это вот дитя, то не войдете в Царство Божие. И в этих работах действительно иногда на вот наш такой цинично искушенный взгляд, ну, какая-то такая наивная прямота, но мне она очень нравится, потому что она связывает о том, что не поражена мораль и совесть, да. И человек не отвык потрясаться, горевать, там, называть трагедию трагедией, да, и не просить там, как наши московские интеллектуалы, там, это «дайте этому поколению счастливое забвение». Человек пока, слава богу, не хочет забывать, да, он хочет знать. И вот очень мудрые слова сейчас Полина сказала, да, Полина, вот респект и уважуха, как говорят мои студенты, да, что действительно, будущее же, оно не предопределено, никакого фатализма же нет, никаких законов истории не существует, все бы оно придумывали. А будущее — это результат свободной воли человека и того, как бы, что он делает. И если бы коллективизация так называемая пошла бы другим путем, или ее бы не было, то и будущее было бы другим, да, и село бы ваше было бы другим, и много чего было бы другим. Вот, и, а это, вот такой взгляд на историю, он редко бывает, да. Обычная история то, что было, вот такая антикварная, красивая, да, вот. А связь истории напрямую с сегодняшним днем, да, и влияние вот этой страшной истории загубленных миллионов на сегодняшний день, да, редко понимается. Вот у вас вот эта жуткая деталь в работе, когда рука отрубленная, нарезана, как колбаса. Эта деталь, скажем, больше, чем 10 томов истории Великой Отечественной войны, да. Вот о степени озверения, да, о степени вот расчеловечивания. И как раз то, что вы делаете, это очеловечивание. То, что делает этот мемориальский конкурс, а не расчеловечивание, которое на нас льется сверху, да и снизу, да. У народной души тоже есть свои потемки. Помимо того, что работы очень большие, действительно, они такие исследовательские, серьезные, в них много вот такого важного, может быть, ну и ужасного в том числе, да. Вот, Полин, вас спрошу, что для вас было, может быть, ну таким, не знаю, потрясением, открытием, да, вот из того, что вы увидели или прочитали? Ну, в большей степени это истории семей, то есть отдельная история семей, когда, например, вырывали рубашку из рук матери вместе с ребенком, и ребенок падал на пол и просто разбивался. Или же как распинывали детей, просто так же убивали. Как убивали женщин и беременных, и инвалидов, всех без разбора. То есть я не думаю, что это было настолько жестоко, пока я не стала писать эту работу. Еще мы заметили то, что в архивах пишут, что мы находили документы, о именно документы, что кто-то раскулачивается. И там написано неправильно возраст человека, может, даже ошибки в фамилиях, просто потому что люди спешили, и, в принципе, было не так уж и важно. То есть ошибки, не ошибки. Могли написать, например, человеку на самом деле 70 лет, и он вообще нигде способен, а писали, например, 58, чтобы он мог работать, например, в каких-либо лагерях. Из-за такой обстановки даже соседи начинали доносить друг на друга, просто для того, чтобы на них обратили внимание и подумали, что они очень хорошие, и их тоже так же не раскулачивали. Ребята, на самом деле, выбирают достаточно часто еще темы, связанные со своей семьей. То есть это тоже такой личный интерес. Вот мне показалось достаточно большой корпус работ, вот как раз таких, или это одноклассник, или это кто-то из семьи. И в этом тоже такой хороший интерес, потому что это действительно история через какие-то личные судьбы, и она цепляет очень сильно. И другое дело, что есть какие-то направляющие, которые дают научные руководители, и мы можем небольшую такую подборку посмотреть из предыдущих программ, которые мы снимали практически где-то лет 5 или 6, вот эти последние конкурсы. Оказалось, что нет конкретной истории во время Гражданской войны, но по нашей местности абсолютно никакой. Ну, естественно, не любительской, а профессиональной. И поэтому мы старались создать что-то нечто подобное. И сначала бы хотели только попытаться узнать, есть ли вообще что-то. Может, нет истории, потому что вообще не осталось материала. Но, казалось, архивные документы были просто полны этими вот источниками. Все это вот дало толчок нам делать такое вот исследование. В моем исследовании рассказывается, как советская власть пыталась принудить и загнать особыми мерами единоличников к вступлению в колхоз. Государство, можно сказать, грабило Марию Ивановну, мою героиню, которая осталась одна, которая выплачивала очень много налогов. У нее было заявление 26 июня 1945 года, в котором она просила помочь ей с продуктами питания. Она так и не решилась отнести его в сельсовет, так как помнила, но это мое предположение, так как помнила, что в 1941 году ее просили пустыми бумагами Рейкомпартии не загромождать. Детей казаков прогоняли отовсюду. И мой герой со своими друзьями хотели быть и пионерами в свое время, и дальше, и в Комсомол, и вообще во все эти организации. Но их всегда говорили, что да, да, подождите, мы все сделаем. И никуда их не принимали, и как-то из списков их всех постепенно вычеркивали. Мой одноклассник, Кутырявцев Дмитрий, он принес блокнот, посвященный его, написанный его дальним родственникам, Поповым Степаном Ивановичем, который написал этот блокнот прячен в традиционном лагере, после концлагеря, вместе с девушкой, которую он там полюбил. Основная моя работа заключалась в том, чтобы расшифровать блокнот. В этом блокноте записаны песни не только, которые были любимыми Степаной и Надеждой, но и песни-переделки собственные, уникальные, которых больше нигде не найти. Стала интересоваться историей своего родного прихода. И, естественно, мне стали попадаться имена тех священников, которые у нас служили. Я старалась узнать что-то о каждом человеке подробнее, но, к сожалению, у них очень мало информации, буквально имя, фамилия, дата рождения и место смерти, и дата смерти, и чаще всего эта смерть как раз насильственная, эти священники были репрессированы. Но об отце Антони мне удалось узнать гораздо больше, и это получилась такая работа. Мне было, ну, как бы с каждым днем, мне было все интереснее, интереснее узнать. Я рада тому, что подобралось много материалов. Очень тяжелый период, это тяжелое явление, нелегкая репрессия, и о них тоже нужно, конечно же, говорить и показывать это, и просвещать, особенно молодых людей, чтобы у них были не только знания об этом, но и формировалось какое-то отношение к этому, чтобы знали, что это не должно повториться. Ну, вот очень разный, да, вот комплекс проблем, и темы ребята берут, но всегда есть темы Великой Отечественной, как это называется, да, Ир? А вот больше-меньше стало работа, может быть, фокус поменялся, может быть, какой-то угол, вот, взгляд изменился? Это хороший вопрос. Вы знаете, тут, я бы сказала, динамика такая, что... И это вообще связано с общим, как бы, с общим углом взгляда, вот, работ, приходящих на конкурс. Это, я бы назвала это разгосударствлением, да, вот от истории официальной, да, сверху спущенной, истории очень манипулятивной, к истории простого человека, да, бабушки, дедушки, друзей, каких-то вот авторов рукописей, которые случайно нашли исследователи дневников каких-то, или там какой-то судичок с книжками, или что-то еще. И, в общем, на самом деле это нас возвращает к тому, о чем, например, в древнегреческой трагедии у Исхила хор пел «Много в мире сил чудесных, но чудесней человека нету в мире никого». Это история через человека. В основном, к сожалению, в силу особенности нашего XX века, через его мытарство, бедствие, трагедии, да, вот этот фокус, да, и мне кажется, что это очень такой демофилогизирующий и деманипулятивный взгляд, вот, потому что история простой, твоей вот там тетки, матери, прабабушки, бабушки, там, дедушки, который воевал, или что-то, она дает, что называется, такой очень прямой взгляд без мифов и без того, что наш министр культуры сказал, что то, что не соответствует национальным интересам России, то нам и не нужно, да, а национальный интерес России – это такой, как бы, своеобразный концепт, да, вот, а тут встает во всей величии и трагедия, и подвиг, и обреченность, и противостояние, да, нечеловеческая сила какая-то. Вот все-таки в том, что в этих работах по войне очень много человека, да, и это главное в истории, на самом деле, человека все-таки. Ну что, мы тогда вот к Григорию переходим. Гриша, расскажите вы про вашу работу, потому что это что-то вот удивительное, и вот в двух словах, да, вы начните, потому что, ну, это редкий такой, мне кажется, пример. Вы искали моряков, причем моряков вот у себя там, в Ростовской области, да, захоронение имеется в виду. Наша историческая работа заключалась в расследовании судьб моряков-дальневосточников. Загадка заключалась в том, что существовал сам памятник, поставленный в хуторе, воспоминания местных жителей, но вот официальные власти утверждали, что военно-морских частей у вас не было. Но это действительно странно, да, вот дальневосточные моряки в Ростовской степи, да, тем более вот такая история странная. Были сомнения, правда, у вас? Конечно, ну, благодаря опросу местных жителей. Ну вот смотрите, да, рассказ Марии Стефановны, записанный, собственно говоря, вот в процессе изыскания, да, во время войны я жила в хуторе Лисичкине. Однажды в хутор въехали немецкие танки. Гусеницы их были все в корове. Нас, молоденьких девчонок, заставили гусеницы отмывать. Только позже мы узнали, что немцы подавили этими гусеницами наших танкистов. Тогда стало ясно уже, что солдаты, вот эти дальневосточные моряки, или это еще было начало только исследования? Это лишь, конечно же, было начало исследования. Это были маленькие пазлы, которые помогали восстановить полную картину всего происходящего. Это являлось большим белым пятном Великой Отечественной войны. Говорит, хочу спросить фрагменты вот из того же, нет, уже из другого интервью Таисии Михайловны, да. Вот лежали они как-то странно, кучка по 5-6 человек, будто кто-то их наружно стаскивал. Некоторые были совсем голые, у других глаза повыкал. И вот такой момент очень, ну, такой, мне кажется, вот жесткий для молодых исследователей, да. Молодая была, смерти не боялась, все, женихов себе выбирала. Крикну подружке, Нинка, глянь, какой тебе нравится. И дальше укладывать. То есть это когда они их хоронили, да, был дикий совершенно мороз, и они стаскивали в ров, который был вырод там для каких-то сельских нужд. Вот они стаскивали вот расстрелянных, значит, солдат. Гриша, как вы это все вообще себе, не знаю, представляли, не представляли? Вот это такие вещи, которые, вот вы же по этой земле ходили там буквально. Ну, для начала это было не интервью. Сама судьба свела к этому. От жажды попить нас привело в местный клуб культуры этого хутора. И ненарочно мы обратили внимание на стенд, в котором была статья как раз о той бабке под рекорд Айси Михайловны. Которая помнила, как это все происходило, едва ли не единственная, да? Ну, не только, единственная, прежде всего. Читая эту статью, нас поразило ее блестящее вспоминание, факты того страшного времени, которое произошло. Те страшные события, страх, прежде всего. Вы не собираетесь поступать на исторический факультет, насколько я понимаю. Полина хочет стать медиком, а Григорий у вас в технологическом направлении, да? Инженерной. Инженерной, да. А откуда, собственно говоря, вот интерес к истории, скажите мне, пожалуйста? Это же большая работа, на это уходит много сил, времени, Полина. На самом деле, этот интерес родился еще 4 года назад, когда я начала писать первую следовательскую работу. И мы писали ее около полгода первую. А затем поездили на различные конкурсы, побеждали, рассказывали о своем селе. И все больше и больше людей узнавало о нас. И как-то это очень сильно нравилось. У всех же есть интерес. У кого-то, например, кому-то нравится рисовать в свободное время, а мне нравится писать. Ну, мне кажется, что вот это вот, это как раз противовес тому официальному патриотизму, который вот прививают всем поголовно один-одинаковый, да? Когда ребята рассказывают о своем крае, собственно говоря, вот о судьбах, об истории. И им, ну, как бы нравится это рассказывать. И нравится, что их воспринимают, принимают. Мне кажется, это важный момент. Да, и потом это еще средство очень мощное создание собственной идентичности. Да, вот кто ты, откуда ты, да? И, соответственно, куда ты идешь, да? И с чем ты пойдешь? Вот во врачи или в инженеры, да? Что у тебя за плечами, кто у тебя за плечами? Ну, ребята ведь копают, да, историю, которые рядом с ними, да? Не обязательно тоже свою. Говорят, а вы почему вот решили, да? Вот у вас совершенно другое направление инженерное. Тем не менее, вы вот потратили много времени и сил на то, чтобы эту работу написать. Ну, прежде всего, нельзя отнестись к этому неравнодушно. Существуют проблемы сохранения исторической памяти. Я хочу напомнить, что на сайте конкурса и мемориала есть, вот, собственно говоря, можно почитать сборники. Там обшифрованы, да, и вообще, извините, что я вас перебираю, Тамарда, уже более 25 книг издано, 25 ровно книг издано по итогам 20-летнего вот этого конкурса. Материалы уникальны в силу того, что они в регионах, куда, в общем, не всегда дают люди. И это такая очень важная история, которая, я надеюсь, будет продолжаться дальше. Это была программа, рожденная после СССР. В программе принимали участие историк Ирина Карацуба и участники конкурса Полина Игнатьева и Григорий Рудяшко. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин